Здравствуйте! В эфире Вести, время местное, наш субботний утренний собеседник. Сегодня мы пообщаемся с директором Национального парка Беренге Владимиром Валерьевичем Бычковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Валерьевич, Национальный парк Беренге встретил свою первую круглую дату. 17 января ему исполнилось 10 лет. Это такой, мне кажется, повод подвести итоги работы за этот продолжительный период. Вот какой путь прошел Национальный парк Беренге? Ну, прежде всего, да. 17 января нам исполнилось 10 лет, как парк был учрежден правительством Российской Федерации. Можно вспомнить историю, что парк не просто так сразу был создан, как федеральный. Естественно, с 93-го года существовал природно-этнический парк. И мы получили определенное и наследство, и определенный уже небольшой опыт, наработанный с 93-го года от этого природно-этнического парка. Конечно же, 10 лет это не очень большая дата. Это, так скажем, только лишь начало нашего пути. Ну, определенные результаты, конечно, у Национального парка уже есть. И самый главный, наверное, результат, я бы назвал, это формирование наших сотрудников. То есть за эти 10 лет не так просто, но сформирован уже штат сотрудников. Он довольно-таки работоспособный. И мы сейчас, так сказать, можем уже выполнять те основные задачи, которые поставлены перед нами как особо охраняемой природной территорией. Сколько человек в вашей команде? Ну, по штатному расписанию у нас практически 50 человек, а работающих на сегодня около 40 человек. Это включая и инспекторский состав, и, так сказать, руководящий состав, и хозяйственный состав. Что удалось делать в плане инфраструктурного развития парка? Ну, это хороший вопрос. Да, конечно же, любой ОПТ, начиная свою деятельность, конечно же, заботится о том, насколько будет создана инфраструктура и для наших инспекторов, которые являются, так сказать, своеобразной гвардией и основной, так сказать, рабочей такой силой. Ну, и в то же время инфраструктура для тех, кто обеспечивает всю эту деятельность. За эти 10 лет нам удалось уже создать определенную сеть кордонов у нас в особо охраняемых природных территориях, так называются. Ну, может быть, по-чекотски это, так сказать, более-менее комфортные балки, да, там, где инспекторы у нас могут остановиться, работать. И в том числе эти же кордоны используют и научные сотрудники. Ну, иногда могут некоторые кордоны использовать также и приезжающие сюда туристы. Вот касаемо туристов, много ли их? Ну, если мы посмотрим статистику, буквально с 2015 года до 2022 года, конечно, количество очень резко-резко упало. Ну, естественно, это падение три года назад было связано с пандемией, поскольку к нам перестали приходить на территорию иностранные круизные суда. Вот. Но в то же время количество просто российских туристов, приезжающих сюда в малых группах, это количество растет. То есть, если мы сравним 16-18 год, на нашу территорию приезжало примерно 1100-1300 туристов, включая, конечно же, круизных туристов. Вот. Сейчас, в прошлый год, это 200 с небольшим туристов. Ну, и мы ожидаем в этом году небольшой рост туристов в таких малых группах, где-то от 230 до 250 туристов. Если описать портрет среднестатистического туриста, который приезжает на Чукотку, вот кто этот человек? Ну, ранее, конечно, если мы будем говорить о круизных туристах, то это те, кому за 50 в основном. То есть, состоятельные люди приезжали сюда, которые уже, проработав определенное время, могли себе позволить такие не очень дешевые круизы. Сейчас это немножко картинка изменилась. Конечно же, приезжают уже и, так скажем, среднего возраста, средние туристы, это от 30 до 50 лет. Ну, встречаются также и довольно-таки молодые. Но в основном это молодежь, которая едет со своей семьей. Что парк готов показать туристу? В чем особенности нашего национального парка Берингия? Ну, а главная наша жемчужина, это, конечно же, Синявинский пролив. И мы в основном его показываем. За эти 10 лет парком разработано два туристических маршрута. Основной маршрут, который мы обкатываем с туристами, это у нас маршрут, который называется «Прикоснись к Берингии». Это комплексный маршрут и наземным транспортом, и в том числе морским транспортом. И второй есть туристический маршрут, это по бухтам Берингии. Это чисто такой пеший маршрут для особых туристов, для экстремалов, которые хотят буквально из проведения вдоль всех бухт. Это бухта, допустим, Румилет, бухта Абалеша, бухта Пенкигней. Дойти до села Янрак и Нот, и затем мы их возвращаем уже лодкой к месту начала такого маршрута. Что мы здесь, может быть, показываем, и что нами сделано за 10 лет. Буквально в 2018 году мы смогли за счет бюджетных денег здесь построить гостевой дом. И он рассчитан примерно на 8-10 человек, которые одновременно могут тут пребывать. В том числе, конечно же, усовершенствована или уже развивается и техническая база для того, чтобы обслуживать этих туристов. То есть у нас есть два трекола, это снегоболотоходы. Ну, на Чукотке все знают, что такое трекол. И за последние 5 лет нами приобретены уже такие значимые морские лодки. Это 6-метровые лодки. В каждой из них может находиться по 7-8 пассажиров. И вот во время таких маршрутов мы уже показываем все прелести Синянинского пролива. Я знаю, что на этот год вы тоже запланировали работу по дальнейшему благоустройству, да? Да, у нас запланирована работа по дальнейшему благоустройству. Мы подавали заявку министерству на грант, чтобы расширить или улучшить нашу туристическую инфраструктуру. Одобрение такого гранта уже пришло. Мы готовим дополнительные документы и надеемся все-таки получить. Это нами заявлено два объекта. Так необходимые здесь, в районе Синянинских горячих источников, это будет дом из бруса под названием кухня-столовая. Чтобы более комфортно уже и более качественно обслуживать туристов. И второй объект это понтонный причал, чтобы тоже, в общем-то, оказывать должным образом эти услуги. Чтобы пассажиры, наши туристы могли спокойно высаживаться и в том числе спокойно и безопасно осуществлять посадку на морские лодки. Ну, любая природоохранная территория, это же не только про туризм. Это в первую очередь, да, какая-то территория, где можно проводить научные исследования. Вот давайте поговорим о научной работе. Какие проекты вот за это время, ну, из значимых, вы завершили? Да, конечно же, да. Мы не только занимаемся туризмом, у нас четыре основных направления. Одно из них это, конечно, охрана территории. Второе направление это вот как раз научные исследования. Третье направление в нашей работе это, в общем-то, эко-просветительские мероприятия, эко-просветительская деятельность. Ну, и четвертое это уже непосредственно туризм. В плане науки, что и чем мы в последнее время занимаемся или какие у нас уже есть достижения? Ну, конечно же, ежегодно мы формируем государственные задания. У нас есть определенные научно-исследовательские темы. Вот. Научный отдел не так многочисленный наш. Это всего лишь четыре человека в штате. И для того, чтобы проводить какие-то специфические научные исследования, конечно, мы стараемся приглашать уже специалистов с материка. Это может быть МГУ, это может быть другие институты и учреждения. В том числе, да, к нам приезжали ботаники в Санкт-Петербурге и проводили свои исследования. К нам приезжали и гидроботаники, а точнее они термофильную растительность исследовали. К нам приезжали орнитологи. Ну, и значимых проектов я скажу, что в прошлом году уже пятый год, как проводили свои исследования морские биологи, а точнее специалисты по китообразным. Это такое довольно интересное направление. И довольно, так скажем, носящий прикладной характер были эти исследования. Потому что они исследовали поначалу только горбатых китов и косаток. Потом с нашей подачи также они подключились к изучению серых китов. Потому что нам интересно, все китообразные, конечно, обитающие в наших акваториях, но серые киты это отдельная тема, поскольку мы знаем, что на них ведется промысел, и коренные жители, морские охотники давно уже поднимали тему так называемых вонючих китов. И вот ученые последние три года были сконцентрированы на этом, чтобы собрать пробы, чтобы изучить возможные источники, которые влияют на так называемый запах этих, медицинский запах этих китов. И действительно, в прошлом году уже были определенные результаты, были публикации о том, откуда появляются эти вонючие киты, и что является причиной, которая вызывает вот этот запах. Ну, мы все помним, мы тоже делали эти сюжеты, и мы все помним эти заголовки, что ученые на острове, ой, прошу прощения, в парке Беринге разгадали загадку вонючих китов. Вот как научное сообщество восприняло эту информацию? Ну, довольно-таки интересно, не только научное сообщество, но я так думаю, что и все морзверобои очень с большим интересом восприняло эту новость. Как таковой найден источник этого, и теперь понятно, откуда берутся эти киты. А эта работа будет продолжаться еще? Ну, к сожалению, руководитель всей этой программы, Ольга Филатова, доктор наук от НГУ, она у нас также была в штате, да, к сожалению, не может продолжать дальнейшие исследования, и, возможно, в этом году уже мы эту тему, так сказать, не будем продолжать. Но, тем не менее, у нас есть и другие темы, это и наземные животные, в основном, конечно, мы стараемся концентрировать свое внимание на краснокнижных животных, таких как снежный баран, это, естественно, и орнита, фауна, то есть эти исследования внутри парка будут продолжаться. Задачи какие-то конкретные на этот сезон вы ставите в своей научной группе? Конечно, конечно. В том числе продолжаем орнитонаблюдение, да, и, в общем-то, смотрим на миграцию весеннюю и осеннюю миграцию орнитофауны. И тут тоже есть некоторые моменты, которые очень интересны. Появляются совершенно новые виды, которые ранее на Чукотке просто не фиксировались. То есть они прилетают у нас с Аляски, с более южных регионов, и наши исследователи в том числе, и специалисты-орнитологи, приезжающие сюда, фиксируют такие виды. Ну и в том числе, я уже говорил, что продолжаем, естественно, изучение значимых таких видов на территории национального парка. Это белый медведь, это, конечно же, снежный баран, ну и тому подобное. У нас осталось не так много времени, но, тем не менее, я хочу узнать. Вот инспекторы, да, проводят обследование территории, огромные территории парка. Выявляются ли нарушения? Наши инспекторы, да, они базируются в основном в селах. Это Нешкан, это Инчон, это Уэлен, это село Лорина, Янрак-Энот, проведение Сиреники, если мы так бы посмотрели, да. Вот, и главная их задача, это, конечно, патрулированные территории. У каждого инспектора есть план патрулирования. Вот, кроме того, что они смотрят, есть ли какие-то негативные моменты, есть ли какие-то изменения, они, конечно же, проводят еще и у нас наблюдения. То есть, они проводят эко-мониторинг, который является первичной информацией и для отдела охраны, ну, и очень важной и значимой информацией для нашего научного отдела. К счастью, наверное, скажу, что каких-то грубых нарушений природоохранного законодательства мы последние пять лет практически не фиксируем. До этого были отдельные случаи, буквально, может быть, два или три случая. Один из них там нарушение правил рыболовства, и несколько случаев было посещение территории ОПТ без разрешения. У нас, конечно же, очень труднодоступная территория, это одно. Ну, и в основном, конечно же, посещают как прибрежную зону, так и континентальные участки, это наши местные жители. А по положению Национального парка Беренгии для местных жителей, для жителей, имеющих, так скажем, прописку Чикотского автономного округа, у нас не надо получать особых разрешений. Ну, и в связи с этим, наверное, мы не фиксируем каких-то грубых нарушений природоохранного законодательства. Все, спасибо большое. Я благодарю вас за беседу. Я напоминаю, что мы разговаривали с директором Национального парка Беренгии Бычковым Владимиром Валерьевичем. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok